В суде Комсомольска на Амуре начинает слушаться дело 56-летней сиделки, которая в марте этого года забила до смерти свою подопечную. Жертвой преступления стала 83-летняя инвалид первой группы. Женщина не могла самостоятельно ухаживать за собой, поэтому родственники дали объявление в газету о поиске помощницы по хозяйству. За пять месяцев до убийства нашлась претендентка на эту роль. За 10 тысяч рублей в месяц некая горожанка согласилась ухаживать за престарелой женщиной. Вдобавок к зарплате домработница получила еще и крышу над головой. Поначалу отношения между хозяйкой и няней были теплыми, но за последний месяц ситуация обострилась. Терпение будущей подсудимой лопнуло после упрека на больную тему. Потерпевшая завела неприятный разговор с сиделкой о ее сыне, погибшем в ДТП. Беседа задела женщину за живое, и она схватила первое, что попалось под руку. Обвиняемая нанесла потерпевшей не менее 17 ударов деревянной колотушкой в область головы. Мер потерпевшей наступила на месте прошествия через неположительный промежуток времени. Учитывая, что подозреваемая недавно пережила трагедию, у следователей возникли сомнения касательно ее вменяемости. Экспертиза показала, что за свои действия женщина отвечала и в состоянии аффекта не пребывала. Когда жертва уже была мертва, сиделка захотела украсть из квартиры 6 тысяч рублей, чтобы на эти деньги уехать из города. Но сделать это не успела. После совершения убийства она пыталась похитить деньги, принадлежащие потерпевшей, но не смогла их до конца ими распорядиться. Так непосредственно на месте происшествия было достигнуто социальное рубление. Соцработник принесла пенсионерке продукты и была обескуражена тем, что домработница не пускает ее в квартиру. Женщина вызвала полицейских, которые не дали подозреваемой сбежать. Загнанная в угол, женщина во время следствия во всем призналась. С места происшествия Валентин Борозняк и Анастасия Кузьмина.